В рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем цикл передач «Беседы о Сергии», предоставленный Культурно-Просветительским Центром Дубрава имени Протеерея Александра Меня. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова находимся в студии Культурно-Просветительского Центра Дубрава с нашим гостем-историком Игорем Фещенко. И у нас сегодня третья встреча в цикле «Беседы о Сергии». И сегодня мы поговорим о периоде в жизни будущего преподобного, который связан с его становлением, то есть период его отрочества. Игорь, как известно, «Житие» говорит очень интересный факт о том, что Сергий, будучи мальчиком, не очень успевал в вопросах образования. Братья его, старше и младше, как-то успевали больше, а Сергий, вот, в Арфоломее на тот момент, что-то у него там не получалось. И есть соответствующая легенда, которая описана как явление отрока у Арфоломея, когда он встретил старца-чернорисца, пожаловался ему, что все у него в этой жизни хорошо, кроме как грамоте он не разумеет. И дальше известно, что произошло, пришли они домой, открыли какую-то книгу, съел он просфорку и начал, к удивлению родителей, прекрасно читать. Так вот, есть, такое чудо в житии описано. И вот у меня вопрос, а как вообще, в чем заключалась тема образования на тот момент, то есть чему Сергий мог учиться, где он мог учиться, какие книги он не мог одолеть, то есть какие книги-то вообще у него могли быть? Конечно, надо сказать, Александр, действительно такая ситуация в житии описана, в жизни преподобного Сергия. Что касается образования, конечно, прежде всего надо подчеркнуть, что в 14-е столетие образование, система образования сильно отличалась, конечно же, от современного, вот это надо в первую очередь сказать. И в основном это касалось образования религиозного, конечно же. Большинство книг были на религиозные темы, конечно же. По ним учились читать и писать, учились грамоте, основной такой. Монастыри и церкви, монахи, которые там служили, все это было очагами грамотности. Ну, так повелось с самого начала. Поэтому все, что включало начальное образование, отрока Варфоломея, конечно, прежде всего это церковная тема, религиозная тема. Вот что он мог постигать в отроческом возрасте. А можно сейчас, вот мы уйдем в сторону и зададим такой простой вопрос. Вот вы же занимаетесь источниками, да? Совершенно верно. А можно сейчас вообще сказать, вот на настоящий момент сохранились вообще какие-нибудь книги живьем вот той эпохи? Хоть одна есть, вот не список, там не копия какая-то, не переписка, а вот именно вот живая книга 14 века и ранее. Чтобы вот она где-то лежала, ее можно было посмотреть. Александр, чтобы сто процентов сказать по поводу той или иной книги, что на ее основании изучалась грамотность вот человеку? Нет, нет, я в принципе спрашиваю. В природе остались книги 14 века, живые? Вот подтвержденное, что это действительно книга той эпохи. Этот сложный, вы более ранние остались. Более ранние? Более ранние остались, да. А что касается 14 столетия, сто процентов в настоящий момент, ну именно касаясь 14 столетия, сложно ответить на этот вопрос. То есть нет сейчас книг, на которые мы можем посмотреть и понять, вот эти книги, возможно, читал Варфоломей. Нет, таких не существует, чтобы сто процентов сказать, что он ту или иную книгу держал в руках, такого нет. Или изучал грамотность по этой книге. Так сказать нельзя. И из 14 века, скорее всего, не сохранилось. Вообще уверен. Думаю, что нет. Не, ну это логично, потому что бумага имеет такое свойство стареть. Правильно? У нас всего, в принципе, в России очень немного книг из раннего средневековья. Вообще сохранились, да. Ты про них и спрашиваешь. До наших дней их очень немного. Ну, этому причины, конечно, тут очень разные. Начиная от того, что, безусловно, различные бедствия, пожары выгорали, огромное количество литературы того времени. Вот. И заканчивая различными войнами, в том числе и последней Великой Отечественной войной. То, что вывезли с оккупированных территорий, огромное количество, большинство к нам не вернулось обратно. Ну, и, собственно, уничтожали, сжигали, чтобы эти книги не оставались у населения. И такое было. И такое было. Ну, хорошо. Значит, церкви, монастыри той и той эпохи были... Очагами грамотности. Очагами грамотности. И, возможно, Варфоломей имел отношение к какой-то вот такой структуре, к какой-нибудь школе. Да, при... Говорить здесь нужно об одной из версий о том, что такая школа существовала в городе Ростов, в которую вполне себе учеником мог быть отрок Варфоломей. Это Григорьевский затвор. До отъезда в Радонеж. До отъезда в Радонеж, да. Совершенно верно. И там он постигал начальные азы грамотности. Но, смотрите, возникает такой вопрос. Варфоломе еще отроком принимает решение, что в будущем он станет отшельником. Собственно, это такой выбор, который можно считать, наверное, религиозным. Но при этом родители его, наверное, понимают, но не отпускают его. Сами в старость уходят в Ходьковский монастырь. При этом Сергий все равно остается, я так предполагаю, на хозяйстве или рядом с ними, сам монастырь не идет. Доживает до того момента, когда родители его уходят. Провожает их в мир иной. И только после этого начинает свое подвижничество. Вот если он религиозно воспитан, а вы говорите, что других вариантов не было. То есть, ну как мог развиваться человек? Если у его родителей есть какое-то ремесло вроде, то там все понятно. Да, кузнец воспитывает кузнеца. Совершенно верно. И тут все ясно. Вот, если Сергий не овладел никакой специальностью, ну так вот, родовой специальностью, то есть выбрал путь отшельничества, значит, он получил религиозное образование, но почему тогда он не пошел в монастырь? Вот, что вообще из себя представляли монастыри на тот момент? Давайте поговорим, чтобы ответить на этот вопрос. Александр, надо сказать изначально, что монастырская и монашеская жизнь начала 14-го столетия, в общем-то, переживала не самые лучшие времена на Руси. Что такое? Почему? Потому что со времен отцов-основателей вот этой вот монашеской жизни, это Антония и Феодосия Печерского, это XI век, прошло значительное количество времени, и те строгие правила внутренней жизни монастыря, которые эти люди старались оставить на долгое время, передать все это, они утратили к тому времени значение, и все практически на Руси монастыри начала 14-го столетия были особенно жительными, так называемыми. То есть каждый монах, в зависимости от своего материального состояния и сословия, жил практически самостоятельно. То есть богатый мог вполне себе иметь слуг, хорошо питаться, людей, которые, так сказать, будем прямым текстом говорить, были у него на побегушках, ничего в этом такого не было для 14-го столетия. монастырей. Он мог, так сказать, заплатить монастырю определенные деньги, пожертвовать земли на то, что свое содержание в монастыре. И такое имело, и такие факты, это повсеместно, это было нормально для начала 14-го столетия. Люди более бедного происхождения, простолюдины, конечно, так не жили в монастыре. Но не было единого устава, такого, по которым правил, которые исполнялись бы всеми членами общины. Поэтому вот это и называлось особенно жительными. А отцы, основатели монашества, они заложили общежительный устав или студийский устав, как тогда называли. Соответственно, вот к 14-го веку вся эта строгость, она просто сошла практически на нет. И вот такая вот жизнь тогда была внутри монастыря. Ну, а все остальные примеры, какие-то житейские, они там локальны, в зависимости от той или иной местности, в которой находился монастырь. Давайте поймем логику. Уже, ну, престарелый Кирилл и Марий уходят в монастырь. Почему они этого не сделали раньше? Какой мотив им двигал, когда они вот сделали это решение к концу своей жизни? Александр, это, конечно, сложный вопрос. В житии, конечно, это не описано, мотивы, которые побудили их. Но для того времени, для того времени постричься в определенном возрасте в монахе, это было общепринятым таким для людей, особенно для знатных. Точно так же, как и перед смертью многие князья, так же, принимали схему, становились монахами. Вероятно, к такому выводу пришли и родители преподобного Сергия. в какой-то момент жизни вполне это могло быть. Тем более, что жили-то они рядом с Ходьковским монастырем, возможно, имели с ним непосредственные контакты и какое-то там общение, то есть, что-то общее было, раз они рядом жили. Соответственно, в какой-то момент жизни приняли решение обратиться и жизненный путь свой закончить в монастыре. В принципе, это было абсолютно реалией того времени. Ничего в этом такого удивительного нет. И надо подчеркнуть, что и Сергий, в общем-то, вот правильно, как вы сказали, там, у кузнеца свое дело, у столера свое дело, а здесь все люди-то его окружали достаточно религиозно и духовно. То есть, и старший брат Стефан, и родители, если бы они до конца жизни пошли по пути административных и военных должностей, возможно, жизнь Сергия сложилась бы по-другому. Но они выбрали путь религиозный. Соответственно, в этом окружении, в этой атмосфере вырос и был вовлечен во все это Сергий. Поэтому и определенный выбор состоялся за ним в определенной жизненной момент. Хорошо, давайте тогда попробуем порассуждать, понять, почему же он просто не выбрал из себя удел остаться в монастыре, а, собственно, совершил подвиг, то есть, уйдя в отшельничество. Это же действительно подвиг. Это, как минимум, как мы с вами говорили, борьба за выживаемость на первом этапе. Вот, и человек это был молодой, ему было 20 с небольшим. То есть, что такое Сергий знал, понимал или к чему такому стремился, что он не ограничился житием в монастыре, а пошел просто вот в пустынь. Вы правы, Александр, что он мог бы пойти по самому простому и обычному пути, то есть, начиная с какой-то нижней ступеньки, то есть, стать послушником сначала, потом и, так сказать, подниматься. ответить однозначно, конечно, сложно, что именно повлияло на выбор Сергия, вот, что он пошел по самому сложному пути, вот этому отшельничеству, подвижничеству. Возможно, возможно, что я уже в сегодняшнем разговоре упоминал Антония и Феодосия Печерских, они начинали свою жизнь, религиозную, духовную жизнь, именно вот с таких вот подвигов. Возможно, вдохновили они его, если он поинтересовался их жизнью, их житием, прочитав какой-то момент, возможно, я просто как версии и решил для себя пойти по такому же сложному пути. Понятно, то есть, исторические примеры были, были, наверное, либо описаны, либо молваны. Он мог с ними ознакомиться, да, такое возможно и принять, может быть, действительно, безусловно, он бывал в монастыре в том или ином, в том же Катьковском, видел эту жизнь, возможно, она не устраивала его по каким-то причинам, вот, не видел он в этом такой высокой духовности или стремления к этому, возможно, он так смотрел на это, на эти вещи, тем более, вот то, что я сейчас говорил, вот этот вот особножительный устав в монастыре, может быть, он был противником такого. Ну да, но надо вспомнить, что в пустыне-то они ушли вместе со старшим братом, Стефаном, да, и он через какое-то время покинул брата. Да, не выдержал трудностей. и ушел тоже в монастырь, только не в Ходьковске, в Москву. В Москву. То есть, значит, у них, в общем-то, удел-то был определен в семье. А вот младший брат, по-моему, остался в миру жить, да, Петр? О нем совсем мы немножко знаем из жития, поэтому, да, действительно, не сказано там, что он получил какое-то религиозное направление какое-то в его жизни играло роль. Возможно, только указывается в житии на то, что имущество, которое осталось после родителей, было передано Сергию, оно осталось потом за Петром, что он оставил все, что вот это вот было, передал брату Петру. Вот это мы знаем. Соответственно, ну, наверное, он остался жить какой-то мирской жизнью, скорее всего, так. Больше о нем житие, в общем-то, не упоминает. Ну, хорошо, давайте сделаем вывод, а потом немножко так пофантазируем, потому что там тоже есть житие интересный момент. Итак, Сергий Радыжский воспитан в совершенно конкретных религиозных канонах, имеющих информацию о подвижниках подобных ему ранних периодов, вдохновленный всем этим, то есть принимает решение уйти в отшельничество, да? Ведь, давайте просто пофантазируем, вот он уходит в дикое место, да? Тогда, да, это дикое место. Дикое место. Лес. Природа, надеюсь, была примерно такая же, как сейчас. То есть, наверное, холодные зимы, да? Совершенно верно. В лесах, кроме ягод, ничего нет, дичью, добычей заниматься нельзя, ну, правила не позволяют, да? Нет, охотой он не занимался, это точно. Охотой он не занимался. Вот, земли нет, все, что можно, есть хлеб. Дальше житие описывают, что вот он живет один, к нему время, от времени приходит медведь, он с ним делится, иногда последние краюха хлеба, иногда у него и хлеба нет. как это вот произошло? Вот пришел он в лес и начинает там строить свое хозяйство. Это же действительно выживаемость, это ему нужно потратить год, как минимум, для того, чтобы создать какие-то пашни, да, освободить там какую-то полянку для земли, которая будет там что-то выращивать. То есть как в таких условиях можно думать о молитве, о каком-то подвиге, когда вот тут каждый день идет борьба за жизнь. Как-то это в житии не описано, а мы как-то об этом не говорим, но знаем, что Стефан ушел. Александр, во многом из таких вот из таких особенностей выживания, наверное, и состоит подвиг преподобного Сергия, что людей таких не находилось. А вот он, безусловно, какими-то определенными навыками выживания, если пофантазировать, наверное, он обладал. То есть как можно было, чем можно было пропитаться, чем можно было, так сказать, быстро что-то такое росло, собиралось, что-то можно было заготавливать впрок. Вероятно, конечно, он такими навыками какой-то какой-то ступенькой навыков таких, конечно, обладал. Не просто, что он из каких-то тепличных условий, вот буквально его там перенесли, и он не понимая, так сказать, куда попал, вот каким-то образом начал там выживать. Нет, конечно. Единственное, что, безусловно, было тяжело, ягоды, грибы, вот, наверное, это была основная пища. Грибов можно было заготовить в достаточном количестве впрок, это была единственная. С другой стороны, какой силой духа обладал этот человек, что, несмотря ни на что, веря вот в себя, веря в Господа, что он действительно благоволит ему, вот, в основу этого всего было положено. Вот, молитва, труд и борьба за жизнь, наверное, и привели, возвели вот на такой высочайший духовный пример впоследствии. Поэтому, четыре года, вот, насколько можно, так сказать, судить из его жития, вот, он прожил вот в таком одиночестве и в таких вот невыносимых условиях. Четыре года один. Один. Это, конечно, для, я так полагаю, и сегодняшних не найдется людей, кто специалистов по выживанию, какими, как бы они ни были, я никого не хочу, конечно, обидеть, но с такими, даже с хорошими навыками выживания, чтобы могли справиться вот с такой вот жизнью. Безусловно, это что-то должно быть такое свыше немножко. Виталия Сундакова надо спросить, как это все? Тимофея Баженова. В житии еще есть интересный момент, он так описан, как я понял, Сергий призвал священника, который пришел к нему туда и совершил над ним таинство, пострижение. То есть, как это вообще? Вот молодой человек, который сидит там, выживает, как-то призывает. Вот вы помните этот момент? Да, конечно. Что это такое? Я думаю, Александр, тут следует сказать, что в какие-то моменты, конечно, все-таки это была не пустыня какая-то на многие километры, и дорога рядом проходила, и, в общем-то, и то место Радонеж, Ходьков, все-таки это, конечно, по средневековым меркам это на приличном расстоянии, но так или иначе, определенное движение было, и определенный слух, что поселился такой-то отшельник, думаю, что достаточно быстро распространился. Поэтому все-таки контакты какие-то такие, вот, ну, они были, конечно, очень редкие, они очень редкие были, безусловно, но они были, так или иначе. Приходилось даже контактировать. Значит, дорога из Сергиева-Посадов-Ходькова пешком составляет три часа по нынешней трассе, ну, в то время по тропе может быть четыре. То есть, в течение дня можно было обернуться, вполне сходить туда, сходить туда-обратно, и, может быть, даже и получить какой-то набор продуктов, да, и, наверное, оставить просьбу. Судя, конечно, насчет набора продуктов, тут надо сказать, исходя из жития, из того, что мы, так сказать, ну, можем достаточно достоверно судить, что Сергий был таким, ну, исключительно требовательным, конечно, к себе человеком, вот, и просто так чего-то взять, даже самый, там, примитивный продукт, это, опять же, вот из той его будущей жизни, которая описана в житии, он просто бы не стал, вот, он всегда опирался только на то, что за какой-то труд, вот, вероятно, что, да, что-то он кому-то и помогал, что-то делал, за это мог взять какой-то, там, определенный набор продуктов, но никак иначе, поэтому вот эта вот твердость духа, твердость характера, она тоже очень быстро, так сказать, людей, которые, ну, в небольшом количестве были свидетелями всего этого, конечно, убеждали, что этот человек особен, что такая крепость духа, она не каждому дана, тем более, вот, так сказать, в то суровое время, в которое жил преподобный Сергий. Хорошо, давайте вернемся к родителям тогда и попытаемся понять, он беспрекословно их слушался, то есть у Тиет описано, что родители не давали ему благословения на отшельничество, мы поняли, что вся семья Сергия, она была религиозна, то есть по каким причинам родители не разрешали ему уйти в отшельники, почему они держали его до последнего рядом. Точно этого, Александр, мы не знаем, можем только, можно здесь, так сказать, сказать следующее, что, возможно, он был, конечно, опорой в их жизни, возможно, даже, я просто предположу, что они думали, что, может быть, он выберет какой-то другой путь, поэтому, в конце концов, он у него был, этот выбор он мог сделать, он мог отправиться, не обязательно религиозный, он мог отправиться князю, в Москву, служить, он был знатного происхождения, в конце концов, благородного происхождения, как так делали многие, наняться на службу князя и, так сказать, уже по вот этим вот ступенькам расти, ничего тоже в этом не было. определенное время шло, это как одна из версий, другая версия, что, конечно, он оказывал серьезную помощь и поддержку родителям, поэтому, собственно говоря, они, так сказать, радовались этому, были. Нет, смотрите, Игорь, вот, житие описывает, что, как бы, сигналы своей святости, признаки, Сергий еще в утробе матери преподнес. Это одно из чудес. да, неважно, чудеса случаются, но родителей, такие религиозные имамы, в том числе, знала, что, собственно, его удел-то ясный. То есть, конечно, они не ждали, что он идет на какую-то государевую службу. Они знали, что он будет заниматься богоугодными делами. Ну, однозначно. Зачем, иначе, житие об этом пишет. То есть, вы говорите, что они его удерживали на тот случай, если мальчик вдруг выберет какой-то иной путь, нерелигиозный. Я хочу уточнить немножко, Александр, может быть, не путь отшельника, не путь отшельничества. Не путь отшельничества. Да, но вероятно, что такие разговоры были, были, вот, в их семье, в кругу семьи, конечно. Другу надумается и придет в монастырь. Все-таки, да, начнет свой путь духовный несколько по-иному. Значит ли это, что путь отшельничества как бы существовал, но не очень, как бы, почитался или почему? Но это же подвиг, однозначно. Я уже упоминал об этом, Александр, что монашеская жизнь находилась в сильном упадке и примеров таких не находилось много-много, даже несколько столетий. И для 14-го столетия это пример, тот пример, который начал, с него это началось, с преподобного Сергия, он был единственным, практически. Ну а потом надо сказать, что родители любили родительской любовью, относились, конечно, к нему как по должным образом, скажем так, и ведь не исключалось, что один он может там и не выжить. Ведь просто боялись за него, вот, что человек мог умереть, что человека мог дикий зверь там повредить, поранить, а то и убить, это же было вполне себе реально. И родители тоже как нормальные люди, обычно, как и сегодня родители, за своего ребенка переживали. Не, ну тоже странно, ушли в монастырь, оставили его на хозяйстве, ну понятно, что все рядом там, да, и говорят, нет, вот ты сиди там, занимайся нашим хозяйством, будем в монастыре жить, а ты там еще и поможешь. Вот здесь вот такой момент, Александр, да, что вы упомянули о том, что родитель беспрекословно слушался, прошу прощения, Сергий беспрекословно слушался своих родителей, здесь надо отдать должное, что впоследствии это очень повлияло, думаю, что на то, что став игуменом, вот, его также беспрекословно слушались и ученики его. Точно так же, вот, то есть отношения между родителями и детьми, но они были настолько вот такими близкими и что впоследствии тоже отразилось и в очень положительную такую сторону. Игорь, вот не могу с вами согласиться на сто процентов, потому что житие описывает, что несколько раз Сергий покидал свою обитель, в тот момент, когда уже он жил не один, а когда к нему пришли другие, покидал именно потому, что не хотел ссориться, видно, был какой-то ропот, какое-то неудовольство, чем-то, неважно, и Сергий, чтобы не спорить, уходил, открывал, он же открыл не одну обитель, не только лавру, еще несколько монастырей, так что не всегда ослушались как родители. Были, но тем не менее, Александр, я хочу подчеркнуть, что, если мы с вами решили немножко порассуждать это на тему, может быть, немножко пофантазировать даже. Безусловно, Сергий рассказывал своим ученикам и про свою жизнь, и про свои отношения с родителями, такое вполне могло быть, что вот такие отношения, такое послушание, что такое, такие отношения были, а то, что в таком локальном коллективе, который вот сложился, его учениками, могли те или иные трения возникать, да, безусловно, во-первых, потому что те ученики, которые пришли и окружали его изначально, конечно, они дали слово слушаться, вот, и когда это по каким-то причинам слово могло нарушаться, может быть там не так сильно уж, как могло бы быть, Сергей все-таки вот показать все-таки вот это вот строгое отношение, строгое аскетическое отношение, да, немножко мог, так сказать, показать какую-то другую сторону, уйти, и так или иначе это было, да. Смотрите, вот мы сейчас к главному подходим, ну, молодой человек, допустим, романтик, которому интересно победить природу, приходит, четыре года живет один, ну, как-то обустраивает быт, да, приходят потом другие люди, становится проще, но в зрелом возрасте несколько раз повторить этот подвиг, а он его повторял несколько раз, вы, кстати, не помните, сколько еще монастырей было им основано, еще около пяти, еще около пяти, то есть, пять раз, то есть, Сергий это совершал, ну, может быть, не всегда в одиночку, наверное, но пару раз точно он опять уходил, оставался один, начинал все сначала, будучи уже, ну, здесь надо подчеркнуть, Александр, что будучи уже, конечно, таким авторитетным лидером, уже получившим известность, безусловно, поэтому это было, конечно, несколько проще, не так, как в молодости, думаю, что нет, думаю, что нет, во-первых, надо сказать, Александр, что, что такое молодость и зрелость для 14 века, безусловно, чтобы у наших, так сказать, зрителей не возникало, что это вот такая вот жизнь, и годы, которые мы с сегодняшней точки зрения оцениваем, тогда жизнь мужчины к 40 годам и чуть за 40, это практически старик считался, вот, сегодня это, конечно, мужчина полной силы, вот, в 23 года, когда он, так сказать, начал вот это вот, свои подвиги, так сказать, совершать, это очень взрослый мужчина, очень взрослый мужчина для 14 столетия, 23 года, да, нам кажется, что это вот такой вот паренек, ну, в общем, наверное, да, такой, а на самом деле для того времени, конечно, это достаточно зрелый и мудрый муж, можно так было выразить словами вот того времени, хорошо, давайте теперь, что в исходе, Сергий предпочитает не идти в монастырь, уходит в отшельничество, но в результате возникает монастырь, правильно? Да. Это что-то были какие-то разные структуры? Возникает монастырь, первый тогда монастырь, вот в 14 столетии с общежительным усталом и с такой строгостью отношений внутри вот этого вот монашеского коллектива. Это первый и единственный на тот момент. А нельзя ли сказать, что он восстанавливает некие принципы, традиции, организации монастыря, которые были утеряны? Действительно, они были утеряны, просто с момента возникновения первых монастырей прошло очень много, несколько столетий, и вся эта вот такая память о том, как жили монахи когда-то там в 11, в начале, может быть, 12 века, ну, она практически стерлась. Вот. Это было на уровне какого-то, может быть, там, фольклора ходило, если так говорить, выразиться. Вот. Но ее уже никто не соблюдал. Я вот упомянул, как жили примерно в монастыре, соответственно. Поэтому поднять на другую вот ступеньку и вернуть вот то изначальное состояние, это, видимо, решил Сергий и во многом ему, так сказать, это удалось. Но пройдя через неимоверное испытание, безусловно, обладая характером, силой духа, вот что его, так сказать, отличало. И уже своим примером, конечно же, вдохновлял те ученики первые, за ними, которые были. Безусловно, они смотрели на этого человека как на такой железный пример, который, которым он являлся. И не могло их вот, вот это вот общение с ним двигать по какому-то другому пути. Не могло просто. Настолько вот этот вот человек был, так сказать, особен в этом плане. Хорошо, я сформулирую последний вопрос. Может быть, он не очень корректный, но попробуем ответить. В части деятельности монастыря, его устава, смысла, значение монастыря как общины, как вы все-таки думаете, Сергий, он восстанавливает утерянные традиции или является новатором? Думаю, что, наверное, и то, и другое. В части традиций, да, мы уже упоминали, они из 11-го столетия. В части новаторов, наверное, я думаю, что в основу монашеской жизни все-таки он положил труд и неимоверный аскетизм. какой-то вот тот уровень аскетизма, который он, так сказать, пропагандировал вот в своей монашеской общине, такого не было даже в 11-м. То есть, если голодали монахи, у них кончались там продуктовые запасы, безусловно, они там могли пойти у местного населения, что-то там попросить, подаяние какого-то, попросить какой-то помощи. Сергей это запрещал, наотрез запрещал. Только через труд, собственный труд. Вот это, наверное, было новаторство для того времени. И, безусловно, это очень тяжело давалось. Но, тем не менее, тем не менее, люди за ним шли, несмотря ни на какие трудности. Вот, дорогие друзья, тяжкий, тяжелый, труд и абсолютно аскетизм. Вот эти два фактора жизни Сергия, которые впоследствии дали серьезные плоды не только для него, не только для церкви, но и для нашей страны. Мы сегодня заканчиваемся, но вернемся к этому разговору в следующий раз и как раз будем говорить уже о плодах Сергия Радонежского, которые ему удалось собрать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова